Всем привет! Продолжаю прогноз по фильмам. Сегодня выясняем, стоит ли ведьма из Блэр вашего внимания. Поехали! Билли, заряжай! Название. Не кричащая, не односложная, непонятная. Зачёт. Афиша. Я не поклонник жанра и не смотрел предыдущий фильм. Может для кого-то это что-то означает, но мне этот лес совершенно непонятен. Композиция и концепция примитивны и пустые. Лес. Ну и что? Зачем? Минус. Актёры. Похоже, этот фильм тоже снят на энтузиазме за копейки. Никого нет. Все ушли на фронт. Минус. Режиссёр. Очередной заморский бездорчук. Из 19 фильмов ни один не имеет рейтинга хотя бы равного 7 баллам. Минус. Трейлер. Жесть и ахтунг. Винегрет из вспышек света, криков и барабанного грохота. Шок и полное отсутствие содержания. Возрастной рейтинг 18. Но кому из тех, кто старше, нужна эта шоковая терапия для несовершеннолетних? Минус. Описание. Хорошее. Недлинное и интригующее. Зачёт. Сборы. О бюджете и сборах ничего нет. Мать франшизы, чьи сверстники заканчивают школу, была снята за копейки и собрала ту его хучу зелени. Но тогда зрители были молоды и зелены. Только-только отгремела первая матрица. А сегодня? Сегодня рассчитывать на подобный успех наивно. Ведь уже и звонки отзвенели, и паранормальное явление стало чуть ли не сериалом, и пункт назначения морально устарел. Но если сняли за те же копейки, то окупиться смогут. Зачёт. Рейтинг. Завидный рейтинг ожиданий и высокие оценки западных любителей жанра говорят, что наша молодёжь тоже может смело идти в кино. Зачёт. Резюме. Из 8 пунктов 4. Идти стоит только тем, кто этого фильма ждёт. Остальным не советую. Скрипач не нужен. Благодарю за внимание. Жмите понравилось, делитесь ссылками. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось. Или не понравилось. В этом или других видео на моём канале. До новых встреч. Приятного просмотра.